Потому что там были кругом болота непроходимые такие, и нужно было нашей армии продвигаться. Часть кирпича ложили просто на дороге, чтобы пройти наши техники. Ну и потом рядом был Кудель-Кузнамместец город, поэтому после войны, ну откуда были деньги и силы? Не все сразу, как говорится. Единственное городе в Европе, которое не восстановили. Вот Басан Багмевич Гордовиков. Он был генерал, ну и он был калмык по национальности. И у нас был такой вот Табинский Сергей Владимирович, прокурор области. И когда он приехал сюда к нам, лет пять назад, он пришел и увидел вот эту книжку, да, и он удивился, говорит, это же мой земляк, потому что он с калмыки был переведен. Он рассказал очень много интересного, что после войны, уже в мирное время, Басан Багмевич сделал для калмыки столько интересного, много, столько весомое такое. И в области образования, и дороги, и сельское хозяйство. Он был первым секретарем от кома. Поэтому это вот честь и хвала таким людям. И Басан Багмевич, вот здесь фотографии такие, видите, военные. Его жена и дети его. Жена минуты затишья иногда приезжала к нему в армию, потому что у них была очень такая светлая, крепкая любовь и дружба. Они очень были хорошим семьянином. Вы посмотрите фотографии, которые, вот это вот довоенная фотография. Это уже военная, видите, когда вот уже семья у них. Вот. И Сергей Владимирович подарил вот такой вот портрет Басана Гордовикова. Потом книжку еще одну очень интересную. Клятву богатырей Джангар. И вот этот эпос калмыцкий, он отвечает на вопрос, откуда же берутся такие смелые люди. А они просто возвращены, вот. Как у нас на преданиях, как у нас Илья Муровец, Никита Кожемяка. Раньше детей просто вот, помните, как вот детство, там вот ваши родители, они же воспитывались на вот таких вот сказаниях. И вот тоже Басан Банмениевич вот на богатырях, на вот этих эпосах калмыцком тоже был воспитан, я думаю. Его называли мастером прорыва. То есть это герой. Это земля. А землю, землю эту для нашего музея привезли из Волгограда, из Сталинграда. Потому что это был поворотный момент, и именно 1771 километр, отделяя Сталинград от Кёнигсберга. Поэтому я очень попросила, узнав, что молодой человек едет туда в командировку, привезти оттуда землю. И когда копнули, я говорю, немножко горсть земли привезите. И когда копнули, там был снаряд. Там вся земля была в снарядах. Потому что вы знаете, что 200 дней и ночи была такая битва. Потому что ни шагу назад, это был не то, что приказ, это было, это было знаково. И вот честь и хвала. И у нас даже есть похоронка. Вот такой маленький листочек, где пишут, вот там, вы видите, это похоронка защитника Сталинграда. Она была случайно в музее, изначально. А вот эта земля, и вот теперь получилось, что действительно она вот, это священная земля. Да вся земля наша священная. Вот. И для нас, и для всех живущих на этой земле. Поэтому надо беречь, и мир. То, как не мы, мы знаем, что такое война. Она же в каждой семье была. А кто у нас ветеран войны? Сегодня. Вы прошли войну, да? Вы знаете ее? Нет, не на Григорьевна Пакина. Не на Григорьевна. Был вам низкий пакет. Вы знаете эту войну, да? И наши молодежи, я не знаю, вас пример брать надо и помнить. И например. Мы говорим с ним, например, молодцы. Конечно. Молодцы. Ну, сейчас можно посмотреть. Кстати, вот здесь, да? Это современный армейский пою. Вот. Видите как? Так что сегодня внуки не пропадут. И дети не пропадут в армии. Вот так их кормят. Это суточный пою. Сухой, правда. Можно посмотреть. Даже жвачка есть. Ну, говорят, это офицерские. Ну, вот в витринах это вот такие фрагменты. Вот оружие, которое воевали. Ну, с которым воевали. Здесь, как говорится, вот есть Северяков Никита Тимофеевич. И вот сделал такие вот пояснения. Он фотографии, но он подписывал их очень емко подписывал. Поэтому можно из его армейского проекта узнать, что было. Видите? Очень интересно. Он был председателем колхоза имени Худенова. Вообще, вот интересная история. Как это было? Требные карточки были даже. Ну, и потом все мы прошли. Комсомол, там кто-то в партии. И пионеры. Поэтому вот здесь какой. И 19-го. Столетие комсомола. Не забудьте поздравить друг друга. Это молодость была. Это были такие свершения. Партия говорит, надо комсомол, отмечать, поднимать дело. Это было стыдно. Это было стыдно. А я не знаю все. Вам не умолен. А мне не умолен. Хотят новое что-то делать, там созидать. А есть, которые сидят, только и думают, где урвать побольше. Это везде есть такие. Вот она изобразила этих людей такими комичными, да? А вот это, конечно, это искусство, культура, как бы, древнее, греческое. Ну, и псевомое. Вот пыль осядет, там будет небо голубое. А вот это пыль, вот эти люди не останутся там. То есть, их не вспомнит никогда ничего. Вот. А жизнь, она, как говорится, а вы, Вита, да здравствует жизнь. Это будет жизнь. А дети у меня говорят, это добро и зло. Вот маленькие такие. Я им объясняю, стараюсь вот тоже. Они говорят, добро и зло. Они говорят, да. Вот аналоги, это наши дети. Вот, ну, это не всегда кругать надо. Они вот разумные. И вот Нелли Петровна, которая в виде 40-го года рождения, у нее муж тоже художник, график. У нее 200 выставок по всему земному шагу. Даже в Ватикане папа им свою ее благосмотрел. Когда была передача этой картины, она была такая интересная собеседница. Она рисует. Она такая вот активная. Она такая субвинирует. Наши молодые люди не так одеваются. Спокойно. Как она. Она очень такая вот, ну, молодец. Субвинирует. Да, вы знаете, где-то у меня есть, ну, я говорю, у меня витрины передал нам историю художества, подарил музей. И вот мы сейчас собираем, очень сложно, вот эти вот витрины. Они немножко в другом стиле, но здесь облегченный вариант. Ну, естественно, высадка монет у нас. Вот витринах можете по всему миру по путешествиям. Видите, вот здесь вот купюры, монеты со всего мира. Посмотрите, ну, не со всего, а там, в семь стран всего. Ну, музей Малагур, еще кто-нибудь подарит. Потому что он дает, говорит, а у вас есть там Тунис? Или нет, вы подарили монет. Потому что она начинала именно свои трудовые деятели. Ваши театры. Да, вот молодая вышла, которая втихая. А потом, хорош вышла, уехала втихая и сейчас приезжает. Ну, нет, так заметно, приезжала. Вот сегодня в ваш театр, да, выходит туда, да? Далековато, немножко. И еще у нас людей живой, но приносят экспонаты. Любые экспонаты. У нас есть девочка Малагур. Она вот, ей даже друзья дают, найдет где-то осколочки. Она их помолит, она их склеит. И вот, посмотрите, Натулина, такая вот женщина, которая занимает собой все пространство. Она такая активная. Она издала вот эти работы для видео-шапранового. Потому что он рисовал. И Калининград он сделал. Он очень много. Вся книга, это его риск, его работа. И в том числе подарила нам вот эти работы. Потому что он книгу написал о Краснодарском районе. Он сюда приезжал. Вот он издавал такие вот серии «Малых городов». И про Краснодарство впервые он издал. Он очень был активный. К сожалению, вот рано ушел из жизни. Еще мог бы очень много сделать. Ну, Лидия Анатольевна, его супруга, она не менее активная. И она очень много делает тоже для нашего развития. И библиотека, название, вот они замечательные, большие. Поэтому будем радоваться вот этому человеку. И вот не надо ехать нам в Калининград, а в наши дети. И мы можем посмотреть, прикоснуться к истории такой. Потому что, ну, земля вот здесь, вот же пруссы жили. Ну, куда мы денемся? Вот, поэтому вот это все. Погребальные урны, фибулы здесь. Видите, такие вот заколочки, там колокольчики, украшения. О, кукушка. Тихо, тихо. Это моя девушка. Тихо, опрадуешься, что я приехала. Опа, все. Вот там, ну, не влет, не влет, часы старые, мы не будем подводить. Потому что, если мы будем подводить, она вообще не выйдет. Вот, потому что все такое старенькое. Это часы. Ну, да, как бы. Тихо, ополеты, ну, на наш район. Розовое, это вот стоянка древнего человека. Это археология. Красная, это основные захоронения Великой Отечественной войны. Вот четыре захоронения и танк Иосиф Сталин, который на выезде там. И у нас 13 тысяч живет сегодня в районе. И 13 тысяч наших советских воинов погибли. Вот защищая, ну, в общем, нашу родину. И когда сюда, они здесь вот выбивали фашистов с этой земли. Когда шли в наступление за победу. А вот синие, это захоронение Первой мировой войны. И немцев, и наши. Да, потому что я говорила, что они хоронились почестями. И рядом вот наш католический, вот свой католический ставили крест. И наш, вот православный ставили. Поэтому вот видите как. А как эту карту вот двигаетесь? Туда двигаетесь. Ну как, как. Захочешь и сделаешь. Вот, знаете, я тут своего стыда всегда говорю, думаю. Вот вас провожу и обязательно здесь еще штук 10, вот Первой мировой, не наклеено. Потому что вот, ну, некогда. Вот. И хочу сказать, что вот вы такие умудренные опытом уже люди. А до кого вы доросли вообще? Вот вы знаете, у нас уникальная, единственная в нашем музее растомер. Вот. Великих людей. Есть где-то в Америке, где-то в супермаркете. Я слышала, есть такое, аналогичное. Поэтому вот дама стоит. Она доросла. Так. До Ленина. До Ленина. О! Можете писать книги. Да. Вы можете, видите, как посмотреть. Вот у нас Македонский. У нас есть Чингисхан. Посмотрите, какой у нас. Я, наверное, до Чингисхана. Нет. Нет. Да я, наверное, до Чингисхана. Вы тоже Македонская, мадам. Да. Вы смотрите, какой был Петр. Да. Петр Великий был, да. А Николай Первый еще выше. А Петр Первый есть? А фараон, вот он фараон. Рамзес Второй и все выше. Но наш Николай Валуев под такой высотой. Ну, у нас и Валуев. Да. И Пятиком, депутатка Страстной Думы, говорит. Я говорю, я мечтаю, чтобы Валуев сюда пришел. Я позвала бы весь город. И Николай Валуев здесь. Он говорит, я сижу рядом. Говорю. Да. Это там немножко упало. Тут все говорили. Еще Македонский. Валуев, который первый встал. У меня мальчик был. Мальчик. С поселка. Мальчик был. Он на один сантиметр ниже Петра Первого. Так. Людовик 14-й Мадалды. Да. Так что командуйте. А я Петр Первый, да? Да ладно. А кто что? Странно брата. Брат на сестру. Там рождается наследник. Там бегом прятать его. Потому что там грохнет тетушка какая-нибудь. Яну подцепят. Я не знаю, жизнь была наша лучшая. Накворяйся. Накворяйся. Мы ходим и ходим. Все хорошо. И вот они, понимаете, эти правители. Поэтому отдать должное надо. Ну, конечно, друг по другу шли. Скажите, какого... Управитель, ну вот, в 862-го года. Вот первый правитель Рюкл. Он там. И вот они все вот так идут. Все друг за другом. Видите? Вот так. Смотрите на них. Да. Глаза в глаза. Вот они все наши государства. И Россия сохранится. И вот не вот такое государство, а большое государство. Благодаря вам. Потому что вы работали. Вы учили. Он нашу среду. Вы историю. Вот это вот внизу, что вот, стала брякинская икона. Потому что связана вот с Россией. Вот традиционной. А то вот было много вышивок, было. А люди уходят из жизни. И вышивки пропадают. И вот я сейчас вот и не знаю. Разрешите потом вниз кинуть. Как можно? А это было? Ну, налететь, чтобы... Ну, не сказать. Вот человек, например, болеет там сильно уже воздушно. Ну, не пойду же, я говорю, отдай вышивку. Ну, я не могу так. Человек уходит. И получается, вышивку просто или выкидывает, или, я не знаю, постояльцы отпускают, и все. У нас тетя Виля Марина, я в Вилле живу, очень в Алексеевке. А вот. У нее есть дом в вышивках. Вы знаете, вот они уходят. Ну, не могу я сразу прийти и сказать, дайте. Не могу. Я через месяц спрашиваю у сына, где? А, говорит, не знаем. Мы пришли, постояльцы. Ну, зачем вы это сделали? Ну, отнесите в клуб сельский. Не хочу ничего говорить. Ну, они... Тоже славяне. Славяне это цифру белокожие. Слово это... Славяне это... Продолжение следует... 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 Кирпич, который высоко-высоко... Он был где-то внизу, в коридоре... Прямо вот так вот, на таком высоте, был замурован... И немножко откололи наши строители... Но надпись они прочитали... И у нас руководил Орлов Евгений Петрович, который сейчас в администрации работает с этим строительством... Он попросил аккуратненько вытащить и подарил нашему музею... Поэтому вот за молодым человеком витрина есть. И там этот кирпич с этой надписью наших пленных. Можете посмотреть. И еще вот над кирпичом, видите, вот эти рисунки. Они под стеклом и без стекла. Вот под стеклом это рисунки Митрофана Лисовского. Это художник, участник Первой мировой войны. И он был именно в нашей местности, в Пельканинском нашем уезде. То есть в Краснознамецком районе. И вот эти все рисунки, они имеют маленькие лаконичные подписи. И вот именно здесь места определенные, вот откуда это сделано рисунок и где. И вот это добровольство узнаваемое. Вот видите, кирпич, вот это здание сегодняшней администрации. А вот внизу там есть рисунок, вот здесь вот рисунок, видите, вот внизу. А рядом фотография, фотография Усальва, которая изображена на рисунке. Но фотография, она поздняя, где-то на 15-20 лет позднее сделана, чем вот 1914 год. Где-то 30-40 год сделана фотография. И я доказываю, что рисунки, вот эти все рисунки сделаны с натуры. Что художнику была Бога, и он передавал точь-в-точь. Сравните, вот эту усадьбу, вот здесь не подписано, что это Кусын, это Веснова. А это вот фотография, вот она, этой усадьбы. Вот я нашла ее, вот она, видите, как он рисовал точь-в-точь. То есть этот художник, это вот удивительный, уникальный художник. О нем узнали только от нас в Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. Теперь, значит, к сожалению, продолжение вот этого художника я не видела нигде. Но я нашла, что в Хельсинки на захоронении Первой мировой войны есть могила. И там надпись Митрофан Лисовский. Вот эта вот фамилия, имя очень редкая. Я думаю, что он погиб. Но он замечательный, он умница. И вот эти два альбома после него остались. И вот я записана в библиотеку государственную в Москве. Была там знакома, родственница, и записалась. Я попросила на руки вот этот альбом посмотреть. А кто брал? Был постребован? Может, я нашла бы какие-то корни? Откуда он? Может быть, где-то фотография, автопортрет? Вот, может быть, его за сто лет только один человек брал. И я. Больше не востребован этот альбом. Зато в Академии художеств сказали, если бы раньше знали об этом художнике, мы бы тоже включили его в выставку, которая была посвящена 100-летию окончания, 100-летию Первой мировой войны. Кстати, в ноябре месяце 100-летие окончания Первой мировой войны. Поэтому вот этот кирпичик наш, видите, какой-то письменник. Плен по-разному попадали. Да, много было в Палеск, да? В Палеск, да? В Палеск, это город, да? Там, ну, в матери, я, дед моего кузына, они рыли сомры, канал, 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 вот там мост теперь есть, да, все. У него учиться практически с любой был человек. Вообще ничего не видел, нас различал только по голосам. Но там знал свой предмет, что там тишина стояла такая, что мы заслушивались его. Он совершенно не по учебнику нам вел предмет. И вот он с таким зрением основал музей. Мы ему все помогали.